В Славянском районе прошел зональный этап Кубка губернатора по стритболу. Спортивный комплекс «Лидер» собрал спортсменов из восьми районов Кубани. Удалось ли славянцам выйти в финал, смотрите в следующем материале выпуска. Каждое лето юные любители стритбола с нетерпением ждут начала соревнования. Ведь это хорошая возможность разнообразить летний досуг, приобрести опыт от участия в серьезных спортивных соревнованиях и шанс начать настоящую спортивную карьеру. Турнир по стритболу на Кубок губернатора имеет большую историю. На территории Кубани проводится он уже практически 10 лет. За это время, благодаря интересу, который общественность проявила к этому виду спорта, он вошел в перечень олимпийских видов. Баскетбол 3х3. Так прогрессировал, наверное, от нас пошла информация. Приняли в Олимпийский комитет их в программу. Поэтому, ребят, у вас есть шансы. Если не в баскетбол 5х5, то в 3х3. Есть будущее, где вы можете выступать. И много будет соревнований. И я всегда на любых торжественных открытиях говорю, что вы потенциальные студенты. Не бросайте баскетбол. Есть ассоциация студенческого баскетбола, где баскетбол может вам помочь дальше поступить в университеты наши. В этом году побороться за победу в зональном этапе в Славинск приехали спортсмены из 8 районов края. А это порядка 400 спортсменов. Ребята были поделены на три возрастные категории. Отдельно соревновались команды девочек и мальчиков. Женская сборная по стритболу нашего района в прошлых соревнованиях не прошла в финал. В зональном этапе они проиграли. В этом году, говорит капитан команды София Рапаева, настрой только на победу. Очень много тренировок. Мы готовились. И поэтому думаем, что победа в наших руках. Но спортивная фортуна и на этот раз отвернулась от славянских стритболистов. Несмотря на хорошую подготовку и настрой на победу, выйти в финал девушкам не удалось. Четыре первых места увезли с турнира команды из Новороссийска. Также первые места достались командам из Абинска и Анапы. В возрастной категории 2003-2004 годов рождения как мальчики, так и девочки смогли подняться на второе место турнира. Третье место заняли девочки 2005-2006 годов рождения. Финал турнира по уличному баскетболу начнётся 5 июля в Тимошевске. Участие в нём примут команды, занявшие первые места в зональном этапе. К сожалению, славянских спортсменов там не будет. Тина Копачевская, Александр Косицын, Александра Тимовская. Программа «События».